У меня на канале есть видео. Называется оно примерно так. Толком уж не помню. Карбюратор бензопилы начальной установки. Так вот оно называется. Один из подписчиков посмотрел это видео и говорит. Ну это вот все хорошо по бензопилам. А сделай пожалуйста видео по начальным установкам карбюратора бензотриммеров. С бензотриммерами несколько все сложнее. В чем здесь дело? Дело в том, что для бензопил карбюраторы выпускается очень давно так скажем. И более-менее устоялась сама схема карбюраторов. Для разных типов бензопил. А карбюратор примерно устроен одинаково. И там примерно одинаково у всех бензопил выставляются начальные установки. А с бензотриммерами несколько сложнее. Их несколько типов этих карбюраторов для бензокоз. И устроены они по-разному. Поэтому и разные начальные установки. То есть конструктивно они разные. Сегодня мы с вами рассмотрим ну так скажем условно говоря. Начальные установки карбюратора тип 1 пусть будет. Сейчас они довольно широко распространены на бензокосах. Вот это вот у нас карбюратор с бензокосы ALCO. А вот это вот у нас с бензокосы BREED. То же самое будет на фютерах и еще на целом ряде китайских бензопил. И не только. Поскольку ALCO это все-таки германский бренд. Выпускается правда в более чем 40 странах. Но тем не менее родина бренда Германия. Здесь вот такой вот карбюратор. И здесь примерно такой же. Ну по крайней мере внешне они очень походят. Такие карбюраторы устанавливаются обычно на более-менее мощные косы. И отличаются они наличием регулировочного винта качества смеси. Вот он здесь. И вот он здесь. И начать пожалуй следует вот с чего. С самого соединения. Как видите здесь у нас из бака выходят две трубки. Вот они. Одна идет к нижнему штуцеру. А вторая к верхнему. Часто они бывают даже разных диаметров. А часто одинаковые. Как бы и так и так встречается. И первое что? Первое нужно установить правильно эти трубки. Вот этот штуцер это для забора бензина. то есть подсоединяется к фильтру. А вот это вот переливной. То есть когда мы праймером начинаем работать. Вот видите. То есть переливает обратно в бак. На это обратите внимание. То есть еще раз акцентирую внимание. Вот этот нижний так скажем патрубок на забор. А верхний на перелив. Ну это думаю не трудно разобраться какой из них переливной. А какой заборный на заборном стоит фильтр. А переливной ну просто обрывается и все. Это если открыть крышку топливного бака. То можно легко вычислить. Это первое. Еще раз говорю. То же самое и на этом карбюраторе. Далее тросик газа у нас вставляется вот сюда. Вот в эту прорезь. И здесь имеется на одном конце расширение. Расширение под тросик. То есть тросик газа вставляется в вот так вот. Оттягиваем. Открываем друссельную заслонку. И он тогда вставляется сюда. Вот этот винт на бензопилах соответствует винту Т. То есть это регулировка холостого хода. Сколько мы его должны открыть? Ну тут трудно сказать сколько. Вот смотрите. Я начинаю выкручивать. И вот эта прорезь закрывается. Закручиваю. Она открывается. То есть такая вот здесь круглая дроссельная заслонка. Вот она видите. Здесь вот тоже. Вот она прорезь. Ну сколько его? Ну пусть будет до середины винта. Так же как на бензопилах. Мы его установили. Этот в начале. А потом мы уже его отрегулируем холостой ход. Винта ЛА или винта Л. Как иногда обозначается. На некоторых пилах обозначается ЛА на штилях например. А на многих просто буква Л латинской. Здесь нету. Но есть винт регулировки качества топливной смеси. Который там обозначается на бензопилах винтом H или H. Кому как удобнее называть. Так вот. Его положение. Я вот беру два разных карбюратора. Две разных косы. И закручиваю. Вот это вот настроена коса. Всё. И у неё здесь получается. Я считаю по половинке оборота. Раз. Два. Два. И четверть. То есть получается что один оборот. И одна четвёртая. Такова здесь будет начальная установка. Вернём обратно. Раз. Два. На этом карбюраторе. Давайте. Это тоже рабочая бензокоса. На этом какое значение. Так же считаем по половинке. Вот я считаю. Раз. Два. Три. И примерно одна восьмая. То есть получается полтора оборота. И одна восьмая. Раз. Два. Три. То есть верну в обратное положение. То есть если вы выставите этот винт. Полтора два оборота этого винта. Нам будет достаточно. Для того чтобы бензокоса завелась. Проверяется правильность установки наших шланчиков. Очень просто. Нажимаем на праймер. И он у нас начинает перекачивать. То есть он у нас работает. Если вы перепутаете местами. То он у вас работать будет вряд ли. То есть вот так вот проверяется. Если карбюратор у нас исправен. То праймер нам будет перекачивать бензин. Из бака. И через карбюратор. И обратно в бак. Обратите внимание. При правильной настройке карбюратора. Вот здесь вот тросик. Нажимаем на крок. Свободного хода должно быть немного. Вот он. То есть немного его должно быть. Регулируется и выбирает свободный ход. Вот этим винтом. Расконтривается вот эта вот гаечка. И выкручиваем винт. Или наоборот закручиваем по мере необходимости. То есть свободного хода не должно быть. Но в то же время вот эта часть должна упираться в регулировочный винт холостого хода. То есть вот так вот это регулируется. Довольно просто. Для чего нам нужно знать начальные установки на карбюраторе бензокосы. Да по той простой причине. Частенько бывает так. Человек не разбирается в этих делах. И пытается регулировать что-то. И так накрутит. Собственно здесь крутить особо и нечего. Но тем не менее. Так накрутит. И вот этот винт. Вот здесь он стоит. И вот этот винт регулировки холостого хода. И самое главное. Вот этот винт качества смеси. Так что бензокоса не заводится совсем. И мы можем биться там. Особенно по незнанию. Вот. А причина вот именно вот в этом. Что надо его как бы немного настроить так. Чтобы хотя бы бензокоса завелась. А уж далее мы с настройками карбюратора справимся. До свидания. До новых встреч. Здоровья вам. И всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok